все привет с вами крым глазами местные и дорогие друзья мы сегодня с вами идем на природу горы зовут лес зовет надо иногда туда наведываться но прежде чем мы начнем туда подниматься вот вам как ориентир да то самое место где сейчас можно уже оставить машину на парковке на чуть выше просто еще достраивается дело и отправиться на станцию сосновый бор и оттуда поехать на и петре на канатки да отсюда увозят людей на станцию сосновый бор оттуда уже каждый поднимается на вагончике как ориентир но уже многие догадались куда мы идем сегодня у нас тропа к бирюзовому озеру показываем сейчас где оставляем машинку мы чуть чуть ниже вот здесь прям в карманчике возле остановки перед поворотом на газпу вернее после поворота на газпуру кто без машины может сюда приехать из ялты на общественном транспорте это остановка как бы на трассе до 107 который едет из ялты от автовокзала до поцелели 128 до фороса и 142 до 7 и за 7 утра до половины девятого вечера нет информации неинтересно у меня есть машина короче с дороги видно уже оборудованный вход на эту тропу относительно недавно его сделали да будут благоустроенные лавочки скамеечки по пути на самом деле мы здесь ходили когда-то когда еще было холодно мы даже попали немножечко снег такой холодный период но сейчас надо сходить лето уже настало идемте вячеслав вячеслав что-то так медленно надо быстрее активнее нагрузки нагрузки тропа с отметками на деревьях не слишком сложная очень приятная и наградой будет то самое озеро которое будет так найти таким изумрудом в окружении леса очень красиво по пути встречаются такие сосны близнецы классные правда внизу сросшиеся потом два ствола идут прямо рядом юля лови шишку ты что не поймала у у для те что в кармане лежала она у меня знаешь когда этот огонь с руки хуута шишки летят как сабзера не знаю матюкайся на канале все юля пошла искать виноград не тут но я не буду туда идти просто он там есть красиво с видом на море виноградники иляшка иди сюда я нашел здесь окно в европу его надо закрыть петр открыл а я закроет да конечно же нет какая красота ее ей ухты класс фотка получится отсюда обалденно виноградники зубцы и петри короче идем сейчас и как будто на набережной всеми здрасте 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 выходной день народу много все гуляют ой да и все друг друга приветствуют на тропах такая традиция смотри добро пожаловать прелесть моя прелесть слышали бы еще сейчас слышали вы бы сейчас этот ароматище хвоя нагревается солнечным светом очень активным сейчас и начинаются испарения эфирных масел представляете как это круто и сейчас просто идешь и вдыхаешь эту полезную вещь к себе вот сюда вот и оздоравливаешься фитонциды антикорона да да добрый день физкульт привет тут случай когда хотел побыть в тишине да пришел в лес за тишину и тут бом-бом-бом молодежь все равно видите кардио нагрузочка выходной день там кто-то мать упом сказал на эту кардио нагрузку говорит эту нагрузку я там места есть на озере что-то столько людей вы встречает на конечно а чё там стоят но вот мы заметили на расседу спускаются войдем как на набережная вышли в лес за только начало пути короче как открыли летний сезон посещения троп так его благополучно сегодня закроем хотелось тишины а тут как на набережной круто да а а а а а и Уже полпути прошли. Везде сосны, свежий воздух, лавочки по дороге, тропа несложная, хоть и в горочку. Хотел сказать, что Крым замечателен тем, что огромное количество троп есть. Просто ходишь себе по природе, оборудованный, с лавочками. Где такое еще есть в мире? Напишите в комментариях, кто знает. О, добрые люди, подкинуть нас решили до озера. У нас все в порядке. В общем, лошары мы. Всегда было разрешение, а сейчас не грузится. Оно по факту есть, но интернета нет. Короче, что-то не подготовились в этот, в альбом не закинули, а не можем загрузить. Вот видно, два разрешения есть. Мы признали свою ошибку, но на первый раз простили нас. Сейчас другие будут ехать обратно. Они нам дали возможность загрузить разрешение. В общем, спасибо ребятам, что не штрафовали нас на 4 тысячи. Как говорится, сапожник без сапог. Всем говорим, разрешение, разрешение, носите при себе, а сами не можем показать. Кто виноват в том, что у меня здесь связи нет, а? Ну, это лес. Лес. А мало ли что-то случится. А, дошли. Пирюзовое озеро. Красотень. Кстати, водичка подспустилась, видишь? Зимой прям было полно. Сегодня воскресенье, выходной день, много людей сюда поднимаются. И прям очередь к мостику. Ждем своей. Кстати, интернет здесь появился. Ну что, мы на том самом мостике. Красота. Не шатай мостик только, что-то страшно становится. Как изумруд в оправе из зеленого леса. Жаль, дрон нельзя запустить. Столько рыбки в пруду вы там вообще просто смотришь. Мальки, вот там в бережках, где потеплее вода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сотрудник заповедного Крыма рассказал, что это щука А кто его клоцнул? Какая птица? Скопа Скопа, да? Коричневая такая Скопа клоцнула за голову В голову, да? И не смогла поднять Рыба большая, щука Белый амур тут еще больше водится То есть рыбешки здесь много Но ловить, понятно, нельзя заповедник А что ты, вот это вот специально, да? Чтобы я сейчас улетела куда-то? Блин Да не улетишь Смотри, а там с другой стороны вон что-то цветет Поперлись Цветет что-то с другой стороны, говорю Идем туда? Да, конечно, сейчас идем, подожди С каждого ракурса свой пейзаж Редактор субтитров А.Семкин Глубина озера достигает до 7 метров Там, где мостик, 2,5 метра Всем желающим нужно окунуться Ну что, друзья, немножечко прогулялись по лесу Посмотрели на это прелестное озеро Великолепное просто И предлагаю спуститься Так как озеро это в районе Мисхора, да? Если вот по берегу Спуститься в Мисхор Проверить, как там поживает наш пляж Русалка Начинаем свой спуск Решили засечь без съемок Просто вот тупо спуститься Сколько займет это времени? Та-да-та-да-там Спустились мы совсем в другом месте В общем, лоханулись мы, да Прозевали поворот налево Идем, я говорю Что-то не тот виноградник, мимо которого мы шли Оказалось, наш виноградник слева А не справа Как должен быть? Вон, да, мы вот там вылазили Когда поднимались наверх В любом случае Спуск составляет 30 минут Вот так вот Да Ну и подъем можете умножать на 2 Час подъем, спуск 30 минут Полтора часа И сколько вы на озере побудете Там полчасика хватит То есть 2 часа с головой Смотри, раз уж мы рядом с виноградником Покажем вам его На данный момент, как выглядят грозди Уже отцвел, видите Уже Совсем мелкий Уже ягодки потихоньку начинают наливаться Тем самым соком А потом будет там сахар бродить Бродить, вырабатываться Так, фиксирую нарушение Частная собственность Массандра Девушка, что вы там делали? Рассказывай Я поправила, дверь закрыла Она приоткрыта была Я ее закрыла Покажите документ Который дает вам право Закрывать дверь Я могу показать Человечек из Москвы приехал А пошел за сегодня Просто какой-то гигантский маршрут Где сегодня вы были? Расскажите Мы сегодня были По маршруту Который вы говорили в своих видео Мы были на Айпетре На Зубцах Мы были на Троллее Спустились Затем мы были на Бирюзовом озере На Черепашьем озере И в двухсотлетние сосне мы спускались Во, клево И это все за один день Сегодняшнего утра, да? Я увидела ваше видео Наверное, года два назад Первое на самом деле Еще про генеральские пражи Посылали Мы начали кратко с Камозеря С вот этой стороны тыльной Мне так понравилось Даже названия все запомнила Ничего себе Да, и просто помню с того момента И поэтому подписана очень давно И вот и решила все-таки Приехать сюда И правильно Совет Мы, кстати, на Чокораке тоже уже были По завершению вашего пребывания в Крыму Обязательно заселитесь в какой-нибудь хороший отель 3, 4, 5 звезд, неважно И немножечко Просто полежать, знаете, после активности Мы хотели Ялта 365 А, Ялта круглый год Есть такой, да Хорошие отзывы по нему Нам многие пишут Ну, спасибо, удачи вам, хорошего отдыха Да Вам тоже Спасибо за ваше видео Продолжайте в том же духе Подъезжаем к пляжу Русалка Здесь он Ничего себе, это оползень был, что ли И сейчас все переделывают Ну, в общем, одна полоса со светофором тут В Мисхоре В Кореизе, да Ну, тут, как обычно, конечно, все в машинах И очень сложно припарковаться Море Красота Сейчас придется, наверное, разворачиваться Потому что все вон забито Ну, что, друзья, пробежимся Нашли мы местечко Еле-еле, душа в теле Ой, тут уже вон продают Пляжные товары Да Все красиво Клубничка по 400 Клубничка вкусная Это лоточек? А, килограмм Килограмм О, смотрите, тут уже все готово Ждут туристов своего Красивенько, чистенько Да Спускаемся к пляжу Русалка А тут не очень чистенько Вай-вай Ой, какой кошмар Это что такое? Это за выходные, что ли? Это что вообще происходит? Жесть какая Мусора навалили Кто не убрал безобразник? Да Опа, собака Какой ужас Русалка на месте Русалка на месте Все с ней хорошо Ух ты, Леня И люди уже загорают Ну, конечно, жара такая Пока мы по горам, по лесам Народ уже солнечные ванны принимает во все И купается Да, покупается даже Вода, я думаю, что в раз в 19 Сегодня был такой хороший туман у нас в Ялте Прям Прям сильный, хороший Тут, конечно, какой-то ужас происходит Железки поспиливали, видать Которые совсем плохие были Видите, тут пляж закрыт Купание запрещено Разбитый наш причал Ну, это везде такое Ничего страшного Когда-то их все-таки поменяют Дойдут руки Море такое манящее Прям шикарное Так и хочется занырнуть Уже, наверное, пора открывать сезон Здесь ребята все красят Готовятся Туристов ждут здесь Потихоньку, помаленьку Все прежде в порядок Ну, вот так вот выглядит Морюшко сегодня Симпатичное Очень-при-очень Что, Вячеслав? Так, тут что-то, видимо, разрушилось После шторма Ой, сказали, что у нас ИБК будут Заниматься пляжами Знаю, там в Парковом Что-то уже начинают делать Так, пишет, сколько градусов Вода Нет, не написано О, спасатели на месте Значит, пляж открыт Пляжный патруль В общем, Массандровский пляж Арендует одну карту Правильно, я понял? Отлично Значит, здесь будет круто Они организаторы А арендаторы Это фирма Ага, понял Значит, Маша тут наведет порядки Так, друзья, здесь планируется Вот-вот уже В ближайшую неделю Да, покрасить стены Кое-какие заборы восстановить Значит, ну, там по мелочи Там тент натянуть На спасательную вышку Здесь будут выкладываться Дорожки деревянные Значит, техника уже Разровняла гальку Пляжная карта, в принципе, готова Но осталось немножко довести до ума В общем, будет конфетка в этой стороне Ну, а здесь также останется все Я не знаю Да, я думаю Вот это вот будут делать или нет Как-то администрация у нас планирует Ялтинская здесь что-то сделать Все-таки уже лето Когда нет арендатора, наверное, вряд ли Тут кто-то что-то будет менять Ну, вообще, сейчас вот в данный момент Везде ведутся какие-то работы Краской даже пахнет Ну, да Поздно начали В Мискоре вот готовиться к сезону Ну, и после шторма века Здесь тоже вот свои разрушения были, да Так что Так что еще ближайшая неделя Подготовительной работы Думаю, к середине июня Здесь уже будет все красиво Я не знаю, что это Ну, какой-то отельчик или гостевой дом Ну, красиво, я смотрю, подстрижено Цветочки ввести Ну, да, красиво там Хотим еще заглянуть В парк Мискорский Как он себя чувствует Столовая 100 грамм 190 рублей Куриная грудка 170 Люляшка 180 Грибы на мангале 100 рублей Камбала 180 Дорадо 500 Форель Фореля нет Заходим в Мискорский парк Здесь в парке еще со времен Украины Впендюрили вот такую высотку здоровенную Смотрю, она все еще пустует Ее впендюрили, но она была одно время Как бы заморожена Стояла, не достроя А потом ее все-таки достроили Уже вот в наше время Сейчас Ну, потому что, да, здесь было как-то вообще все Непрезентабельно в заборах А не, ну, вон, смотри, машины стоят Наверное, какие-то уже постояльцы там есть Ну, постояльцы, жильцы, может быть Это же, наверное, ЖКшка какая-то Так, ну что тут с Пальмовой Олейкой? Прямо в Мискорском парке Ну, на минуточку Парк-памятник тоже садово-паркового искусства Заложен был еще, по-моему, 1880-х То есть он тоже очень-очень такой старенький парк Что тут с Пальмочки? Живыми? Им было плохо, когда-то их лечили, наверное, видишь Беседку поставили какую-то интересную Ну, вроде все живые Потому что одно время мы приехали И просто ужаснулись, насколько им было плохо А сейчас, конечно, вроде как с ними все хорошо Это радует очень сильно Потому что это такая пальмовая олейка Очень симпатичная, очень примечательная Поставили, смотрите, такие лавочки под Не знаю, как лавочка-беседка То есть не просто под навесом, а со всех сторон Интересно Мне кажется, следят, подстригают за газон Газончик хороший, да Очень красиво Леандры уже сзади сают А, вот видишь, на дальнем плане тоже Пальмочки Настал Так сказать, конец Место красивое Кстати, на местные вроде жалуются, что освещение плохое ночь Ну, в темное время суток Тут вообще фонарь разбит Да, как раз попался на глаза И разбит Птички поют Потому что очень много вечно зеленых растений Очень красиво Очень такое тенистые улочки есть Типа тропинки Можно долго гулять Тут где-то можно посидеть на лавочке Где-то приобнять кедр Очень красиво здесь Вон кусты подстригаются Да Лаврушка Лаврушечка кругленьким шариком подстрижена Смотри, здесь я увидел Давай сюда Смотровую С лавочками Да, лавочки обновленные, урны Ну, конечно же, с видом на море Там забор везде все равно как-то проникли Вон рыбак Пацаны Наверное, по берегу Там где-то можно, да, пройти Местные найдут А это что там? Устрицы, что ли? Где устрицы? Ой, устрицы Мидии выращивают дальше Ферма? Ферма, наверное Не знаю Возможно что-то Ну и, кстати, тут тоже олеандры новые высажены Видите, кустики Они-то достаточно молоденькие Там с той стороны вообще И вот-вот уже скоро здесь зацветет О! Его надо обработать Паутинный клещ завелся Ай-яй-яй О! Ленкаранскую акацию Слушайте, в последнее время замечаю Что у нас в парках начинают высаживать Ленкаранские акации Это такая прелесть Это альбиция, да, кто не знает Пушки розовые такие Которые очень-очень приятно пахнут Когда цветут Просто медовый такой аромат Раньше в Ялте очень много их было Но очень многие были вырублены То их сажал этот червец Они прям все скрутились И вот сейчас высадили новые А здесь у нас ордом Фонтан не работает Внизу есть второй фонтан Выглядит неплохо, покрасили Но почему-то не работает Наверное, что-то с коммуникациями Ну что, видно, что он в таком порядке В принципе Ну, хотелось бы, конечно, видеть его работаем Я же говорю, наверное, с коммуникациями какая-то борода Тут нужна, скорее всего, полная реконструкция Пойдем посмотрим, там еще второй есть Возможно, в будущем здесь будет сухой фонтан Да, как это сейчас модно Зачем сухой? Он такой интересненький Просто его немножко надо привести в порядок Ну, у нас же сразу сухой ставят Если реконструкция Ну, в целом За парком следят Все растения аккуратно пострижены Смотри, они просто Вот это вот Королева роз какая-то Какие хорошенькие кипарисы, да? Такие острые, высокие Элегантные такие Идеальные А вот бесстыдница, смотри, какая шикарная У нее одна ветка Что-то какая-то Не очень хорошо Почернела Ну, что, друзья Вот такая обстановка Кто будет отдыхать где-то в этом районе Гулять, конечно, по парку прикольно То есть тут Ну, тут классно Тут прохладно Здесь много растений Которые можно, знаете, как ароматы вдыхать Да, те же самые хвойники Приятно Что не сделаешь ради кадра Друзья, едем назад домой Через Ласточкино гнездо Смотрю, парковщиков нелегальных нет сегодня Юля говорит, недавно опять их рассекретили Ну и вот с таким видом мы завершаем сегодняшний блог В общем, с видом на Ласточкино гнездо На самую известную достопримечательность Крыма Мы завершаем наш сегодняшний ролик Я надеюсь, он вам понравился Сегодня погуляли и в лесу Посмотрели на красивое лесное озеро И посмотрели, как же пляжи себя чувствуют в Мисхоре В Мисхорский парк тоже заглянули Мне кажется, получилось удачное видео Поэтому ставьте лайки Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на все наши социальные сети Особенно в Телеграм Там всегда актуальная информация Всегда короткие видюшки Всегда какие-нибудь фоточки Так что скучно у нас не будет У нас замечательный чат Который всегда поддержит, поможет Даст совет В общем, всех ждем С вами были Крым глазами местных Юля и Слава из прекрасного Крыма Всем пока Ну вот, кстати, вот почему здесь этот забор высокий Ну сделали бы вот такой, знаете, низенький Чтобы там не упасть, да, там все-таки обрыв И смотровая была бы вообще чудесная с этой стороны Ну на самом-то деле, там есть смотровая Просто от парковки пройти 100 метров Ну а тут сразу припарковался вот здесь Ну да, согласна И смотровая, фоткайся, не хочу Ну почему все так у нас? Ну зачем этот забор? Ну как они уже задолбали эти заборы, блин